Крепкие морозы, пронизывающий ветер не испугали спортсменов. Полумарафон Владивосток Айсран на льду Бухты Навик собрал сотни бегунов. Участники со всей России и даже из-за рубежа решили испытать свои силы. Я занимаюсь бегом и у себя в Японии, но такая возможность пробежаться по льду замерзшего моря мне представилась впервые. Я получаю магистрскую степень в ДВФУ и на пробежку меня позвали друзья. Я думаю, что это очень круто пробежаться по льду, хоть сегодня и немного прохладно. Отметили спортсмены и незабываемую жизнерадостную атмосферу зимнего праздника, который, как обещают организаторы, станет ежегодным. Все большие дела начинаются с очень-очень малых. И вот мы как раз сейчас находимся в этом самом начале пути. Ура! Для бегунов с разной подготовкой трассы с различным уровнем сложности 5 километров 10 и более 20. Вместе со всеми 10-километровую дистанцию преодолел основатель бегового клуба Run DNS Run Константин Богданенко. Мы постараемся сделать Владивосток центром, местом, куда каждый спортивный, активный человек из Юго-Восточной Азии сможет приехать как минимум два раза в год и попробовать себя. Я знаю точно, что здесь много людей, которые первый раз вообще себя пробуют в этом деле. Я знаю точно, что они добегут. Я даже знаю, какие у них будут чувства внутри. И я прямо им даже немного завидую в этом плане. Призовой фонд 200 тысяч рублей разделили между собой шестеро победителей. Но можно с уверенностью сказать, что не только они, а все участники ледового забега будут ждать следующей зимы и следующей экстремальной пробежки. Анастасия Ярошенко, Михаил Павлов. Панорама!